Напряженность с Вагнерами у меня и моя бригада начались с первых дней. Были случаи, когда бойцов похищали и пытались поменять их на птуры и боеприпасы. Также был похищен начальник штаба галочного дивизиона. Меня пленили, держали в подвале, издевались. В России продолжаются разборки между военными и наемниками ЧВК Вагнера. Недавно в одном из своих предыдущих видео я уже рассказывал о том, что дошло до прямых вооруженных столкновений, в ходе которых вагнеровцы взяли в плен командира 72-й бригады российской армии Романа Винни-Витина. Его допрашивали и видео допроса выложили в сеть. Так вот, эта история получила продолжение. Вот этот Роман Винни-Витин записал еще одно видео, на этот раз уже по своей инициативе. И в этом видео он рассказал, как вагнеровцы посадили его на подвал, как они над ним издевались и как они издевались над другими российскими военными. Из его рассказа можно, собственно, узнать, какой беспредел на самом деле царит во второй армии мира. Добрый день, меня зовут Винни-Витин Роман Геннадьевич, я подполковник вооруженных сил Российской Федерации, бывший командир 72-й бригады. В этом обращении мне бы хотелось высказать свою точку зрения на шумевшее видео, связанное с моими взаимоотношениями с ЧВК Вагнер. Напряженность с Вагнерами у меня и моя бригада начались с первых дней нашей переброски на Артемовское направление. Это было связано не только с провоцированием наших бойцов на конфликты, своим дерзким поведением и постоянными угрозами обнулить, убить, но и с конкретными действиями. Так, например, бойцами ЧВК Вагнер были похищены два танка Т-80, четыре пушки, КАМАЗ. ЧВК Вагнер считает то, что это военный трофей. Оказывается, трофеи российские военные берут в столкновениях друг с другом. Им для этого даже не обязательно воевать с украинской армией. Интересует только одно. А вот эти трофеи Коношенков включает в свои сводки? Был случай, связанный с угрозой физической расправы над бойцами роты радиоэлектронной борьбы, которые их окружили и обещали обнулить. Только за то, что они работали не так, как хотелось Вагнерам. Имел место похищение наших бойцов, где против них применялось физическое насилие, метод унижения, чести и достоинства. Так, например, был похищен старшина одного из наших батальонов. Его мучили, истязали. Гон, держали на холодном полу в подвале. Ох уж это вторая армия мира. Одни бойцы похищают других, одни бойцы издеваются над другими. Пытки, подвалы, унижения. И все это у них называется деноцификация и демилитаризация Украины. Я только одного не могу понять. Если им так хотелось издеваться друг над другом, можно было это делать без нас, просто на территории России? Также был похищен начальник штаба галочного дивизиона. Я не буду называть фамилию этого человека. Которого избили, отобрали автомобиль и выбросили связанным в районе одного из населенных пунктов в районе боевых действий. Ну просто похитили, связали и выбросили начальника штаба. Ну а что такого? Это просто такая борьба с фашизмом. В апреле мая подразделение на всем моем участке ответственности обсуждали вопиющий случай, когда бойца одного из подразделений соседнего соединения избили, опустили. И тот от безвыходности просто покончил жизнь самоубийством. И эти люди что-то рассказывают про загнивающий бездуховный запад. Они пришли украинцев духовности учить. Но судя по этим рассказам, фашисты воюют точно не с украинской стороны. Были случаи, когда бойцы бойцов похищали и пытались поменять их на птуры, боеприпасы. Слушайте, эти люди реально боятся бандеровцев и украинских националистов? Так никакие украинские националисты с ними не сделают того, что они делают друг с другом? Меня пленили, держали в подвале, издевались, так как не издевался бы любой, блин, озлобленный русский солдат над пленным, солдатом ВСУ. Меня избили, не давали спать. Три раза за ночь меня просто выволакивали из подвала и пытались расстрелять. Я не понимаю, чем он недоволен. Это же тот самый русский мир, с которым он, в общем-то, и воюет. Вообще, россияне, конечно, удивительные люди. То есть, достаточно посмотреть просто рассказ этого российского офицера, чтобы понять, что он сам глубоко презирает вот это государство. Со всеми его беспределами, с уголовниками, с зэками, наемниками, этими садистами. Понятно, что то, что происходит в России, отвратительно. Это невозможно представить себе в нормальной, какой-то адекватной стране, чтобы такое происходило, чтобы была какая-то параллельная армия наемников, которая издевалась над офицерами, вот так их унижала из регулярной армии. То есть, человек, он все это понимает, он рассказывает с таким отвращением, с такой ненавистью об этом всем. При этом, он воюет за то, чтобы у нас в Украине насадить именно вот эти все порядки. Чтобы у нас тоже были все эти уголовники, садисты, вагнеровцы. То есть, они пришли сюда в Украину, притянули с собой весь этот сброд. И они воюют за то, чтобы у нас было то же самое. Чтобы вот эти вагнеровцы могли издеваться не только над ними в России, но и могли издеваться над украинцами в Украине. И, в принципе, я думаю, не должно возникать вообще вопросов, как многие в России, да, до сих пор эти российские патриоты, они не могут понять, что ж это украинцы не встречают Россию с цветами. Что ж это украинцы так отчаянно воюют? Да вот поэтому, потому что украинцы не хотят вот этого сброда, не хотят вот этого ужаса, который самим же россиянам противен. Они даже, вот эти российские патриоты, могут об этом не говорить, замалчивать, не признавать, но им противно, собственно, вот это государство зэков, уголовников, вагнеровцев. И украинцы не хотят, чтобы этот сброд хлынул сюда, поэтому у украинцев нет другого выхода, кроме как стоять до конца, потому что, ну, в общем-то, если они сюда придут, то будет то же самое. Это будет не жизнь, а вот такие бесконечные издевательства, какой-то ужас, просто хтонь, я не знаю, там, конец света, апокалипсис, вот все то, что они описывают. Им самим не нравится этот русский мир, который они сюда несут, он им глубоко отвратительен в глубине души, они это признают, но при этом они все равно пытаются сюда его принести и украинцам его навязать. И самое главное, смотрите, никакой же украинской пропаганды не нужно, это то, что я пытаюсь давно донести, показать, вот не нужны украинские пропагандисты вообще, потому что вот, вы просто берете русского офицера, показываете его рассказ, то, что он рассказывает. Не нужно ничего от себя придумывать, добавлять, просто показываете, что сами россияне рассказывают про Россию, про свою армию, про свои порядки и лучшей антироссийской пропаганды, чем рассказы самих россиян, не нужно, не надо придумывать фейки, кого-то очернять, чего-то там, кого-то клеветать, просто показываете то, что они сами рассказывают и все. Поэтому давайте доносить то, что они рассказывают, поделитесь этим видео, обязательно подпишитесь на канал, если не подписан, оставляйте комментарий и лайк, так это видео получит больше охват, соответственно, больше людей просто увидят весь этот беспредел, который происходит и который Россия с собой приносит везде, куда она приходит.